Подготовка к войне Для того, чтобы догнать нам, нам понадобится 10 лет, иначе нас сомнут. Это было сказано 4 февраля 1931 года, через 10 лет был 1941 год, и это свидетельствовало, в общем, о реальной оценке обстановки. Смогли ли добиться того, чего хотел Сталин? Вероятно, не все. Молотов потом объяснял, говорит, дальше просто более увеличивать темпы производства оборонной промышленности было невозможно. Темп роста в оборонной промышленности в предвоенные годы составлял 39%. Дальше уже нельзя. Мы, говорит, делали все возможное. Чуть-чуть там люди нарушают нормы или не выполняют планы, исключали из партии. Гайки были закручены до предела. Подготовка шла. И, конечно, договор о ненападении с Германией – это попытка оттянуть нападение, которое рассматривалось как неизбежно. Это чудовищная, конечно, постановка вопроса, когда сейчас Сталин и Гитлер оставят на одну доску, когда Советский Союз и Гитлеровскую Германию уравнивают. Дело в том, что нацизм, фашизм – это идеологии, которые возникли как антитезис коммунизму и советскому опыту. Без Советского Союза не было бы нацистской Германии. Это была реакция. То есть это два различных полюса, как пелась в песне «Священная война». Наоборот, Советский Союз явился той силой, которая проявила наибольшее старание для того, чтобы разгромить нацистскую Германию и его союзников. По подсчётам академика Куманёва, три четверти всех немецко-фашистских войск были разбиты Красной армией. И таким образом наша страна внесла самый большой вклад для разгрома той силы, которая представляла собой угрозу не только для нашей страны, а для всего мира. Вот это очевидно. Можно, конечно, критиковать советские порядки и социалистическую строй, и советскую идеологию, но уравнивать эти две вещи – это или свидетельство полного невежества, или наглой лжи. Теперь, конечно, с самого начала Советский Союз занял активно антигитлеровскую позицию. В свою очередь и Германия. Германия разорвала все соглашения о сотрудничестве, которые были между СССР и Беймарской Германией. Наших специалистов удаляли из Германии. У меня отец работал на заводах Круппа, вот все это прикрыли тогда. В свою очередь Советский Союз вел активную антифашистскую позицию, ну, лейтфский процесс. Вот свидетельство того, что главным врагом для Германии был коммунизм, лидеры коммунистического движения Димитров, который дает отпор гитлеризму и обвинение фашистов, что Рейхстаг был подожжен коммунистами. Первая партия, которая была запрещена, была коммунистическая партия. Правда, отношения не были разорваны, но Гитлер был любимым героем всех наших карикатур. В песнях с детства уже воспитывали. Слышал я фашисты, задумали войну. Подготовка к войне особенно усилилась уже после 1933 года. И, казалось бы, после 1939 года она продолжалась. Недаром за месяц, за полтора месяца до начала войны Сталин произносит речь перед выпускниками военных академий, где фактически повторяет многие тезисы, которые он потом изложил 3 июля 1941 года. Он говорит о том, что мы будем воевать с Германией. Германия ставит задачу уничтожения нашей страны, истребления наших народов. То есть это было совершенно ясно. Говорить о том, что Сталин поверил Германии, Гитлеру, это было невероятно, невозможно. Поэтому, конечно, очень был большой страх и у Сталина, и у советского руководства, что советская страна своими действиями спровоцирует преждевременное нападение. Очень обрадовались в СССР обострением отношений между Германией и Югославией, что это, может, оттянет войну, которая, по всем донесениям разведчиков, должна была начаться в середине мая. Помимо Зорге было немало других разведчиков, которые сообщали о начале войны. И Молтов потом вспоминал, что столько было сообщений о том, что война начнется. Вот когда она начнется. Но, кстати, Зорге не говорил точно, когда она начнется. Да и не мог он точно сказать. Потому что Гитлер – это был человек, который все время переносил сроки. Вот уже идет война между Германией и западными державами, и он намечает план начала военных развязываний, наконец, активных военных действий на Западном фронте, прекращения этой странной войны. Он 27 раз переносит сроки. Он все время, даже из Польши, он переносит сроки нападения. Он все время переносил. И срок нападения на Советский Союз, назначенный в середине мая, он потом был перенесен. Но без конца шли разговоры между Сталиным и штабом о том, когда начнется война, подводить войска или нет. Уже началась мобилизация постепенная, подводили войска. Но вряд ли все могло быть, наша страна могла быть готова. Во-первых, у немцев был боевой опыт. Потом на Германию работала вся военная промышленность Западной Европы. Дальше. Наша страна еще не все успела. Ну, недаром Катюши были в первую подготовку. Катюши – это 21 июня 1941 года. Многое в последнюю минуту делалось. И не все успели сделать. Еще миф, что Сталин растерялся, Сталин бросил Кремль, уехал. Это миф, который был развеян, когда была опубликована тетрадь посетителей Кремля. Действительно, с 21 июня по 28 июня Сталин все время в Кремле допоздна он пропускает 29 июня. Почему? 29 июня он напряженно работает над постановлением ЦК на даче. Потом по привычке Сталин 29 остался на даче. Это выходной день. Но в этот день он дважды выезжает в наркомат обороны, где устраивает разносы Жукову, доводит его до слез. Там Жукова успокаивает Молотов. Потому что Сталин очень, конечно, тяжело переживал отступлением советских войск, что сдан Минск и что штаб не имеет точной информации о ходе войны, что это за штаб, который не имеет точной информации. И вот он произносит тут фразу, которую по-разному истолковывали, что ну все потеряно, когда он выходит. И 30 июня к Сталину приезжают руководители правительства, которые предлагают Сталину план сформировать Государственный комитет обороны. Но это не значит, как потом писалось, что Сталин вообще бросил все дела и, как было написано в воспоминаниях Микояна, Сталин смотрел на нас, как будто мы пришли его арестовывать. Это наглая фальшивка, потому что это не Микоян написал. Такой историк Хлебнюк есть, который занимает активно антисталинскую позицию, но как добросовестный историк он не выдержал. И увидел, что вот эти фразы «Сталин сжался, Сталин чувствовал» – это вписано сыном Микояна, Серго Микояном. Это не почерк Микояна. Это он дописал вот вся эта интерпретация. Это уже Асерго Микояна мстил Сталину за то, что в 43-м году он и его братья были арестованы. Арестованы они были не по злобному подозрению, а потому что они, видите ли, играли, устроили игру и вошли в такую фашистскую партию, в которую входил сын наркома авиационной промышленности Сержа Хурин, братья Микояна и так далее. Но ничего себе игра в 43-м году. В 43-м году расстреливали гвардейцев там в Краснодоне. А здесь вот эти детишки крупных ответственных работников устроили такую игру. Их посадили. Они просидели, ну, несколько месяцев на Лубянке, потом их отправили в части авторемонтные, прифронтовые. Но ведь из этого устроили целую историю, что вот они сидели в лагерях и так далее. И вот Серго Микоян мстил Сталину, и вот допустил так. Микоян недоброжелательно относился к Анастасу Ивановичу, но он достаточно объективно оценивал и Сталина, и его роль, а вот это. То есть это была жуткая фальшивка. Потом это раздул Хрущев, что вот Сталин бы их покинул и так далее. Надо сказать, Сталин неверно оценил положение на фронте. Действительно, половина Белоруссии, Литва оставлена. Но 29 июня у него вот такие упадничественные настроения. 29 июня Гитлер заявляет и в этот же день. Москва будет перепахана. В середине августа я войду в Москву и перепашу ее. И вот нашелся один умный человек в руководстве Германии. И это был Иохим Риббентроп. Его никто не считал умным. Историк Широ ненавидел Риббентропа. Риббентроп был очень надменный, чванливый, но это был умный человек. И вот он первый понял, что все пошло не так. Все пошло не так. Потому что, когда начались военные действия на Западном фронте, через 4 дня, 10 мая они начались, 14 мая, премьер-министр Франции Рейно звонил в Лондон, и Черчилля, вопреки его строгим приказам, разбудили. И сказали, звонит премьер-министр Франции Рейно, у него срочное сообщение. И Рейно говорил по телефону, Франция разбита. Черчилль говорил, я не верил своим ушам. Франция – самая крупная, самая сильная армия в мире, и армия эта разбита. Да, французская армия была разбита, разбитый английский экспедиционный корпус, разбитый бельгийская и голландская армии, наступлит, скрик успешно продолжается. А здесь, здесь все пошло не так. Гудериан – это великий теоретик танковой армии, танковой войны. В день 26 июня Гудериан трижды попадает в засады красноармейцев. Великий Гудериан вынужден вылезать из танка и отстреливаться. И его спутника убивают. А пока он катался по фронту, его штаб был разбомбил, разбомбила советская авиация, которая якобы была полностью уничтожена. Ничего подобного. Самолеты остались, и вот наш самолет разбомбил штаб Гудериана. Все шло не так. И это на Западном фронте, где наступление немцев было наиболее успешным. Но наступали успешно немцы и на севере. Но там им не удавалось взять в кольцо наши войска. Леепагия, где наших прижали, героически сражалась. Потом немецкий историк Карел, это бывший переводчик Гитлера, Шмидт, с упоением описывал, что как они здорово сражались. Он говорил, красные комиссары продолжали держать своих красноармейцев. Они не сдавались и даже в окружении оказывали сопротивление. А на юге наши успешно контратаковали, давали танковые сражения. Разумеется, сил было меньше. Прежде всего, наша армия не была достаточно механизированная. У немцев было гораздо больше машин, мотоциклов, грузовиков. Танки были лучше, самолетов было больше и лучше. И, естественно, потом факт внезапности, факт нападения, растерянность, конечно растерянность. Есть документы, которые свидетельствуют о том, что наши войска и партийные, государственные органы растерялись в первые дни войны. Ну, Сталину сообщали в Пинске, говорит, показалось, что будет немецкий десант, и сами взорвали склад боеприпасов. Вдруг пошли слухи, что под Ельней высадились десанты. Никакого десанта там не было. Окружили какой-то лес, в результате сами в себя стреляли. Началась вот эта паническая эвакуация, когда старались сбежать с добром каким-то. Это все тоже было. Поэтому не случайно было выступление Сталина 3 июля, где он решительно осуждал паникеров, маловеров, требовал отрешиться от настроения мирного времени и очень предупредил об опасности, что он говорил, как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала врагу ряд городов и районов. Неужели немецко-фашистские войска являются в самом деле непобедимыми войсками? И дальше он менял тон. Конечно нет, конечно нет. И старался внушить доверие, призывал к тотальной войне, партизанской войне, уничтожать все запасы стратегические и уничтожать все, что может пригодиться врагу и оказывать решительное сопротивление. Вот это уже было 3 июля, это уже было, но и когда посланник Рузвельта Гарри Гопкинс прибыл к Сталину в конце июля, он застал уже уверенного Сталина, который говорил ему о том, что мы будем держать оборону по линии Ленинград, Москва, Киев, будем, надо сказать, вот вся малограмотность американцев проявилась в реакции Гопкинса. Он летел над нашей страной от Архангельска, говорит, я летел и видел леса, 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 я успокоился. Все армии Гитлера завязнут в этих лесах, но они не представляли себе, что такое Германия. Неграмотность проявил и Гитлер, он, победы на Западе упоили его, он говорил, что после Блицкрига на Западе война с русскими это будет как возня детей песочницы, что это еще быстрее пойдет. Но Риббентроп понял, что идет все не так, что сопротивление продолжает оказываться, Красная Армия разбита. И 29 июня, вот в тот же день, когда Гитлер говорил о скорой победе, когда Сталин уже говорил о возможности потери, Риббентроп написал депешу в Токио. И он уговаривал, то есть не уговаривал, требовал от посла, германского посла Отто, чтобы немедленно Отто потребовал от японцев разорвать договор о нейтралитете. Надо сказать, в марте 41 года именно Риббентроп буквально выкручивал руки у министра иностранных дел Мацуока, требуя, чтобы тот поехал в Москву и подписал пакт о нейтралитете. Мацуока был бешен антисоветчик, а Риббентроп исходил из того, что нечего японцам влезать в Советский Союз, да еще в Сибирь, а вот пусть займутся американскими базами, английскими базами, нанесут удар по Перл-Харбору, по Сингапуру, пусть разгромят колониальную империю вот эти Англии и ударят в конце концов по Миве, и Филиппины, и прочее. Вот туда идут. У нас-то немцев нету сил на это. Вот пусть этим займутся. А СССР оставят нам. Японцы тянули, говорили, что они разрабатывают там какой-то план, но это требует подготовки. Японцы тоже поняли, что дело все идет не так. И действительно, в общем, немецкое наступление, во-первых, оно требовало больших жертв. Да, они прорвались в Белоруссии, но Белоруссия оказалась партизанским краем. Немецкие воспоминания говорят, что поездка, отправка эшелона в Белоруссию была чревата огромными потерями. Все время нападение на эшелоны, жертвы, бои, которые происходили с партизанскими отрядами. Ну, надо сказать, что довольно быстро Сталин решил сконцентрировать и военную власть в своих руках. Сначала, конечно, огромную роль играл созданный Государственный комитет обороны, потому что это распределение военных ресурсов, руководство военными операциями в состав Государственного комитета обороны вошел маршал Ворошилов, нарком внутренних дел Берия, но Сталин этим не ограничился. Во-первых, был изменен состав ставки и Сталин уже с 10 июля числился первым в ставке. 19 июля Сталин восклавил ставку и стал наркомом обороны 19 июля фактически возглавил ставку, 19 июля он нарком обороны. 8 августа он становится верховным главнокомандующим. И постепенно сложился определенный стиль работы его как верховного главнокомандующего. утром примерно по воспоминаниям Штеменко известно, что в течение дня, в течение суток Сталин три раза обращался к штабу, чтобы уточнить состояние на фронте и дать соответствующие директивы. с 10 до 11 часов он звонил первый раз и штаб и руководители соответствующих оперативных направлений отвечали на вопросы Сталина. Сталин очень внимательно следил, чтобы при рассказе о положении фронта не пропускали никакой ни одной армии, дивизии и часто даже до полков доходил. он знал имена фамилии всех руководителей армии, дивизии и часто если кого-то опускали он говорит а как там у Казакова, а как там у Багромяна. Всегда должен быть точный анализ и на ходу тут же он давал какие-то вносил какие-то предложения, указания вот тому подкиньте там или то-то сделайте это было 10-11 утра с 17 до 18 это второй был уже разговор со штабом а в полночь к нему приходили с картами приходили с картами и он внимательно карты один на 200 тысяч вот такого масштаба он просматривал карты положения на фронте очень требовал чтобы точность информации малейшая неточность он очень сурово реагировал один раз ему пришло сообщение что захвачено в плен там какая-то часть 100 орудий Сталин решил уточнить выяснилось не 100 а 10 причем из них 6 это неисправно разнос был фантастический Сталин говорил как так ну понятно девчата с телеграфа могли перепутать но начальник кто кто составлял вот это начальник управления значит он ничего не понимает убрать его убрать из штаба Василевский запоздал с подачей материала тут же был разнос Василевскому Василевский который дневал и ночевал в Ставке 199 раз я встречался с остальным вот ему был устроен разнос что вы не понимаете свои роли вы должны точно сообщать ничто не нарушало этот порядок один раз вот этот ночной вот этот обзор состоялся во время затянувшейся беседы с Черчиллем неформальная такая беседа они просто сидели за столом нет все равно пришли люди из штаба и вот ему давали отчет где положение Сталин едет на Тегеранскую конференцию вместе с ним едет Штеменко подтягивают все средства связи чтобы в Тегеране Сталин руководил получал информацию давал указания теперь он тщательно готовился к любой встрече с командующими фронтами прежде чем беседовать с каким-то представителем командующим фронтом он вызывал людей из штаба которые отвечали за этот фронт он выяснял положение значительно более детально и получал от них информацию чтобы соответственно быть на равных со своим собеседником Мересков потом вспоминал иногда даже он мельчил уже вникал в такие детали которые ему как верховному командующему можно было и не вникать не любил показухи когда Мересков принес в кабинет панораму фронта Сталин надулся сказал зачем все это я прекрасно разбираюсь с картой и так далее это не нужно но прежде всего точно получить информацию посылал своих людей из ставки на фронтаж на место действия фронта и чтобы узнать когда говорили почему Сталин мало был на фронте всего один выезд Василевский оправдывает не было в общем необходимости он получал полную информацию а вот эти выезды они только отвлекали бы людей на фронте ненужная шумиха ненужное старание и вообще это могло бы обратить внимание Сталин держал руку на пульсе и следил за тем что делается на фронте ну Сталин еще и перед войной считался конечно полубогом это действительно возвеличивание Сталина было беспредельно Сталину верили Сталину это вот и Фихтвангер в своей книге признает что с одной стороны вот это портреты статуи все а с другой стороны и вера вера что Сталин наши дела Сталин крылья орла Сталин волей двух миллионов вот это конечно поэтому ждали выступления Сталина любое выступление Сталина он он был надо сказать нещедр на эти выступления выступал только когда действительно это было необходимо но действительно каждое слово было на вес золота но во время войны конечно авторитет Сталина только увеличился но не автоматически не сразу сразу выступление третьего июля третьего июля это конечно произвело большое впечатление что вот Сталин произнес решающее слово потом Молотова спрашивали а почему Сталин не выступил 22 июня Сталин Молотов говорит тогда еще не все было ясно действительно тогда даже были иллюзии что может война быстро кончится но тем не менее уже Молотов поставил задачи которые кстати он согласовал со Сталиным потом Молотова расспрашивали кто придумал лозунг наше тело правое враг будет разбит победа будет за нами он говорит я откровенно говоря не помню мы все работали но работали главным образом он и Сталин вот они составляли это но уже настрой был на серьезную войну и впервые прозвучала аналогия с Отечественной войной 12-го года Молотов прямо говорил что вот в 12-м году тоже наш народ поднялся на защиту всей страны против Наполеона и вот так же как мы начинаем Отечественную войну и вот эта тема прозвучала в песне Священная война которая была сочинена еще до выступления Сталина а потом Сталин уже четко определил задачи которые были поставлены и это произвело конечно огромное впечатление на народ это признают очень многие из тех кто вспоминал войну в своих мемуарах ну и потом конечно выступление 6-го ноября и 7-го ноября вот это ну надо сказать парад 7-го ноября это это было нечто что до сих пор производит впечатление на людей не знающих вот 4 года назад я был в Англии я это было в ноябре я таксист из Доминики из острова Доминики такой чернокожий я начинаю говорю вот сейчас говорю у нас уже морозы а вот в 41-м году то же самое было я начинаю ему рассказывать ничего он не знал ни про войну ни сё он говорит он провёл парад когда немцы были в двух шагах это потрясающе это потрясающе действительно но если вот негры из Доминики до сих пор это может потрясать это действительно а тогда как действительно стоят немецкие войска в десятках километрах от Красной площади и идёт парад и Сталину же тогда задавали вопрос а если немцы будут бомбить Красную площадь трупы убрать аппарат продолжать и прежде всего гласность он с мавзолея сказал а микрофоны включили да говорит товарищ Сталин Власик отвечает да включили вот репортаж был но кинохронику не успели пригласить то что секретность потрясающая в 8 утра ещё рассвета не было поэтому и ограниченный круг людей только знал о параде даже участники парада толком не знали куда их везут что поэтому кинохронику забыли последнюю минуту только когда уже парад шёл и Сталина доснимали уже в Кремле как известно вот это его выступление это было в Кремле сделано но всё как по-настоящему конечно это произвело колоссальное впечатление недаром Зоя Космодемьянская умирая говорила Сталин с нами Сталин придёт это уже после выступления 7 ноября конечно конечно он он вождь который с нами который нас поведёт и приведёт к победе за любое событие на фронте хватались как за соломинку ельня вот отпор вот мы дадим им ещё не одну ельню да не удалось удержать вот этот фронт Ленинград Москва Киев Киев Сталин упорно закрывал глаза на невозможность удержать Киев ругался на Жукова но пришлось Киев встать Ленинград был блокирован Сталин рвал и метал он слал телеграммы Молотова что там Ворошилов делает что за странный человек Попов это командующий фронтом что они сами чуть ведь это комиссия правительственная не попали под бомбёжку под Ленинградом но тем не менее правильно Сталин сделал ставку на Жукова Жукова направляясь сначала в Ленинград потом из Ленинграда отзывают в Москву Сталин болеет у него с детства это слабые лёгкие у него же туберкулёз будто потом обнаружен следы туберкулёза и он вызывает Жукова перебрасывает его на оборону Москвы и вот тут пригодился Зорге вот тут пригодился Зорге потому что Зорге дал сообщение о том что Япония не выступит не выступит Япония а посол этой германский от он коротал вечера вместе с Зорге за кружкой пива потому что он оказался между Молотым Анной Каваль и Риббентроп требует от него нападения Японии японцы японцы не идут на это а Зорге сообщает об этом вот это вовсе не сообщение о том что Германия нападет на Советский Совет о том что Япония не нападет и тогда сибирские дивизии так называемые на самом деле дальневосточные были переброшены на спасение Москвы Планировали конечно отступление планировали сдать Москву это был такой план и правительство эвакуируется но есть свидетельство что Сталин в последнюю минуту отказался от этого плана когда он стал сам свидетелем вот эти паники в Москве Сталин ехал он во-первых решил отправиться на дачу а дачу уже демонтировали там уже все и краны отвинтили и все товарищ Сталин там восстановить все восстановили он поехал ночевать на дачу а из дачи едет и видит как толпа грабит магазины что такое он остановился подошел Сталин живой Сталин подходит к этим людям они продолжают держать там эти колбасы все но товарищ Сталин все он это все увидел поговорил с ними Москву не сдадим и водителю говорит пока жив из Москвы не выйду и приезжает в Москву и принимает уже готовится планы боев на улицах Москвы и сражений там и так далее но тем не менее Сталин говорит да уже готов эшелон вывоза правительства и Сталина в Курбышев нет нет все-таки я остаюсь я буду здесь до последнего и он не уверен что это все удастся даже после своего выступления 7 ноября он беседует с Жуковым скажите как коммунист сдадите Москву или нет постараемся сделать все возможное чтобы Москву не сдать и у немцев же было наступление уже в середине ноября когда они пытались все-таки прорваться но наступление захлебнулось с кем Сталин мог поспорить да с кем угодно в отличие от Никиты Сергеевича Хрущева который ругал Сталина за волюнтаризм за самоволие Сталин ужасно не любил тех кто поддакивает с охранниками охранники вспоминают он не любил говорит Лизаблюдов он говорит вот возражаешь ему и Сталин перечит этому спорщику потом говорит ну может быть вы и правы вот этот тип Сталин очень любил как губка впитывал раз на информацию идет дискуссия на политбюро все вроде складывается а у кого другое мнение говорит у Тавасяна а Тавасяна нет позовите Тавасяна и вот зовут Тавасяна и Тавасян начинает спорить оспаривать ну чересчур острый спор Сталин говорит ну ладно ладно хватит поспорили и хватит он подводит итог но он выслушивает как правило большим спорщиком был Микоян Микоян говорит я вечно ему возражал Молотов Молотов сплошь и рядом ему возражал и перечил так что спорить он поощрял споры но главным образом вот Молотов и больше всего конечно близкие наиболее близок к нему был Молотов в это время когда-то был Киров когда-то любимец его был убийство Кирова это было убийство по цели это прежде всего убрать человека с которым он дневал и ночевал с которым он мог обсуждать и вопросы личной жизни и литературу и по политике это Молотов Микоян меньше Каганович но тем не менее тоже Каганович любил поддакивать но вот он выставлял идею что почему вот есть ленинизм а нет сталинизма вот ну Сталин его одергивал тем не менее споры были и с Ворошиловым и это это обычное дело но он всегда был в окружении людей всегда Голованов главный маршал авиации вспоминает всегда с людьми всегда в работе не было говорит у него личной жизни не было жена покончила самоубийством дети разошлись и он жил работой бильярд играет это еще в мирное время вопросы деловые начинают нам родственники приходят чувствуют что разговор уже зашел про вещи секретные им лучше удалиться там обед это тоже превращались в обсуждение государственных каких-то дел Светлана жаловалась а говорит вечно одно и то же вечно собираются люди вот он всегда обсуждает какие-то деловые вопросы так что это был человек вот всегда с людьми всегда в работе надо сказать действительно Сталин не имел опыта международной деятельности но так получилось что уже в семнадцатом году ему дали дипломатическое поручение он поехал в Финляндию Финляндию еще часть России но тем не менее он решает международный вопрос он старался уговорить финнов не покидать Россию он апеллировал к тому что они же социал-демократы они под лозунгом пролетарии всех стран соединяйтесь они должны решать вот такие вопросы с точки зрения международной солидарности он вел переговоры с Украинской Радой чтобы Украинская Рада не разрывала с Россией в дальнейшем Сталин активно участвовал в международных переговорах на уровне Коминтерна он во всех этих комиссиях он беседовал с югославской делегацией и с польской с китайских делах он вольно хорошо разбирался когда он встречался со студентами института Сунди Цена студенты ему задают вопрос а почему вот китайские коммунисты не воюют против Чан Кайши он говорит но китайские коммунисты просто не могут воевать и против Чан Кайши и Джан Золина и Фин Юйсян он все это знал во всем этом разбирался и когда он уже оказался впервые встретился с Рузвельтом Гарри Ман в своих воспоминаниях писал Сталин обнаружил гораздо более хорошее знание Индии чем Рузвельт потому что Рузвельт говорит что а в Индии надо устроить революцию вот наподобие вашей Сталин говорит не так все просто Индия это очень сложная страна кастовая система в то же время Сталин знал Индию и когда в 1942 году встал вопрос о том что положение было отчаянное именно в 1942 году резервы кончились и Сталин после переговоров с Черчиллем Бережков записал подходит они оформляли эти запись переговоров с Черчиллем и Сталин подошел к карте и говорит своей здоровой рукой обвел индийский сопконтинент говорит вот нам придется эмигрировать неужели дело до этого дойдем но в Англию я не поеду я уже там был а вот в Индию в Индию то есть Сталин разбирался в международных делах в 1935 году он проводит очень хорошие переговоры с Идоном будущим министром иностранных дел Великобритании он ведет переговоры с руководством Латвии Эстонии и Литвы в 1939 году перед подписанием договоров с ними то есть у него уже была неплохая подготовка Черчилль был в восторге от Сталина в 1942 году когда он с ним побеседовал это и тактичность и знание дела информированность и жесткость ну говорит мне говорит побывавшему в палате общин не занимать жесткости но Сталин говорит очень умеренно пользовался вот этим этим методом но в то же время и так это и даже вот если смотришь переписку Сталина с Рузвельтом и Сталина с Черчиллем это как будто другой человек он совершенно по-другому пишет Рузвельту и Черчиллю Черчилль пишет пространные послания пышные такие эмоциональные Сталин ему отвечает в том с Рузвельтом поспокойнее более деловые деловые такие то есть Сталин блестяще в восторге был Рузвельт от него это из воспоминаний Иллиота Рузвельта что как он вел вот первая встреча Рузвельта и Сталина которая произошла в советском посольстве потому что Рузвельта разместили в советском посольстве и Сталин говорит извините что вот пришлось вам предложить в советском посольстве а это говорит уже вы нам отвели это американская территория Сталин очень тщательно готовился он готовился не только знание материала информированность перед этой встречей он побеседовал с Бережковым как опытный человек он знает очень много зависит от переводчика и вот он прежде всего спрашивает вы не устали как вы формили он знает переводчик усталый переводчик он может не так все делать и вот он постарался расположить Бережкова чтобы Бережков настроился на эту волну чтобы он ну что вот вырвали потом из воспоминаний Бережкова как Сталин его оборвал он там с Бифштексом там увлекся но не это дело сам Бережков потом говорил как Сталин Бережков был в восторге в переговоры с Гариманом и Бивербруком которые идут в момент когда началось немецкое наступление на Москву говорит уже составляются планы эвакуации немцы бомбят Москву но в Кремлевском кабинете тишина спокойствие хозяин излучает уверенность и он дает заказы на несколько лет эти Гариман и Бивербрук уверены значит страна продержится какое продержится все на волоске висит но Сталин невозвучим Сталин спокоен и они становятся пропагандистами второго фронта Бивербрук Бивербрук приезжает в Великобританию и агитирует за открытие второго фронта за активную помощь советской России нет Сталин был блестящим дипломатом само обещание конечно было очень кстати устали на не было и люди насколько они любят нас но помощь по вооружениям была мала по танкам по самолетам это не достигло 10 процентов от объема самолетов и артиллерии которая действовала на фронте но помощь прежде всего в машинах студебекеры то есть союзники посадили нашу армию на колеса студебекеры виллисы это раз потом тушенка тушенка которая шла на фронт да это это не танки но это питание сапоги да шли вот эти американские сапоги американская вот это такая не военная помощь она играла немалую немалую роль Сталин не сомневался в вероломстве союзников особенно англичан и в мастерские это выигрывал в мастерские вот одну вещь не могу не сказать уже идет подставская конференция и Черчилль говорит о том что зачем вы отнимаете у Германии уголь Силезию передали Польше Германия погибнет без угля Сталин говорит подумаешь есть торгаву торгаву пожалуйста есть там уголь потом торф немцы очень хорошо использовали торф как отопление людей не хватает для того чтобы добывать уголь пожалуйста военно-пленные мы используем немецких военно-пленных почему а вы держите военно-пленных под ружьем кажется миллион человек и почему-то не разрушаете это был неожиданный ход Черчилль говорит думаете ли что мы держим козырь в рукаве нет ну что выскал Сталин и передал Черчиллю меморандум о войсках неразрушенных немецких которые держатся англичанами они же готовили возможность нападения на Советский Союз то есть как вот это мастерски перейти от угля к нарушению Хрущев бы устроил истерику говорил о том что вы веролуп нет нет Сталин говорит вы не держите это Черчилль говорит не держите нет конечно мы это и все засмеяем не подозреваете ли вас веролуп конечно нет сказал Сталин и все засмеяли это произошло после крушения аэровагона в котором погиб Артем Сергеев Артем Сергеев член ЦК и большой друг Сталина с которым он подружился на Цариственном фронте погиб и Сталин на заседании Политбюро взял обязательство воспитывать сына Сергеева но память об этом крушении осталась и когда он узнал что Микоян в нарушении вот этого запрета всем членам Политбюро было запрещено пользоваться самолетами а Микоян с юга прилетел на самолете Сталин устроил разнос что такое это почему все таки Тегеран прилетел на самолете только из Баку не было транспорта там только можно было автомашинами а это очень рискованно когда кругом эти немецкая агентура вот тут Сталин рискнул и полетел на самолете и обратно летел до Сталинграда на самолете а так он это запрет вот самолет потом были эти случаи гибель Сикорского подозревали наши что это правильно или неправильно но было такое подозрение самолет можно взорвать поэтому он передвигался на поезде и поэтому и в Подждам ехал на поезде и в Ялту на поезде и машины уже до Симферополя Ялту но никак не на самолет сам поощрял развитие авиации любимцы его были летчики этот сын командовал военно воздушным парадом над Красной площадью но боялся летать ближние его говорят ну на какие выкрутасы не шли чтобы ему заменить обувь уже они разваливались и забирали наконец куда делись но это простая еще вещь у него больные ноги были Сталин был жертвой болезней с детства больные ноги результат того что наехал фаэтон когда-то на группу певчик среди которых был Сталин детская жалость поломал руку повредил руку карабкаясь на дерево и загноение все он рос в очень бедной семье врачи не могли вызывать лечили кое-как поэтому оспа уже привилегированных семьях не было оспы оспа и он сам знакомится с мальчишкой на улице давай знакомиться меня зовут Оська Рябой он знал что он норевой рука нога склонность к простудам туберкулез который он получил во время ссылок вот это все последствия поэтому он говорил вот эта знаменитая его речь клятва мы сыны лишений мы сыны бедности нищеты действительно потом Исаак Дойчер писал он писал биографии Троцкого и Сталина Дойчер не любил Сталина но говорит действительно никто так не видел бедность как Сталин он рос в очень бедной семье видел это и он очень консервативен был во взглядах в этих во вкусах вот люди наиболее близкие к нему это те с которыми познакомился до революции Молотов это еще дореволюционная ссылка Ворошилов в 906 году на подпольном съезде партии то есть не подпольном нелегальном в Стокгольме они оказываются в одной комнате все с тех пор Ворошилов его друг Каганович где-то там в 20-х годах он с ним знакомится все он тянет Кагановича и он старался потом вытянуть новых молодых ну как последнее президиум там три доктора наук должно было быть в президиуме но а это люди без высшего образования но он к ним привык он не менял вот это родственница его пишет что говорит вечно говорит уже холодно а он все еще в плаще ходит он вот не очень быстро менял эту одежду а когда его хоронили вот ему пришлось подшивать этот китель он был поношенный и даже другого не было он очень был привязан вот к гардеробу к привычкам одна и та же еда одни и те же люди его окружающие курил где-то в 52-м году кажется наконец он бросил курить очень гордился этим Светлане все хвастался что вот я поборол да вечно трубка привычки какие-то хобби у него же какое хобби было это мало кто знает часы он любил собирать он любил собирать часы один раз к нему пришел этот Чадаев зав управляющий делами Савнаркова тут Сталин его хватает за руку что говорит это такое у вас часы товарищ Сталин он говорит какие интересные ну Чадаев тут же ему посылает в конверте эти часы потом может через чур может быть и вот все переживает потом к нему приходит Власик ну задал нам задачу нам надо было да потом вдруг конверт от Сталина приходит золотые часы от дарк тут необычные часы необычные какие-то часы были то есть вот вот у него были устойчивые какие-то привычки вот любимая песня на сопках Маньчжурии варяг варяг в двух вариантах когда плохое настроение ставил на сопках Маньчжурии и ведь вот не случайно его речь 3 сентября по случаю победы над Японией люди нашего поколения переживали вот это поражение это он он переживал вот с носок как Маньчжурии и мысль что мы отомстим исправим славную тризну вот он человек привязал он не был меломаном но он привязался к опере и потом ходил на любимые арии он вот знал что вот идет там Иван Сусанин вот какая-то ария любимая и вот он шел на нее потом Серго Берия ему надо было говорит Серго говорит там будет необычный человек вот Иван Сусанин я говорит не Сталин чтобы по 50 раз слушать Ивана Сусанина насколько распространены жуткие мифы уже не только о Сталине стоит немец хорошо говорящий по-русски и говорит ну вот говорит когда началась война говорит эти красноармейцы были в таком состоянии которых брали в плен в таком состоянии что мы не успевали их докормить и они умирали от голода чудовищно когда их министр по этим территориям расист убежденный Розенберг жаловался по поводу голода который царил в этих лагерях военнопленных и этот наглец говорит что оказывается это просто красноармейцы были недокормлены они нет когда вот эти лагеря ну всегда лагеря это камеры сажения да нет лагеря это прежде всего голод голод я помню эту еврейку из свинцема которая говорила самое главное иметь миску хоть какую баланду ты получаешь их морили голодом Голландию заморили голодом в 44 45 году там давали по 800 калорий на человека голландцы умирали как мухи голландцы до сих пор ненавидят немецкий язык притворяются им говоришь по немецки они делают вид что они не понимают хотя это почти одно и то же голландский немецкий ненавидят они могут это простить нет оказывается Германия обеспечила выступает один раз по программе мир человек и говорит вот сдали бы Ленинград и тогда немцы бы накормили немцы везде поддерживали порядок чудовищно чудовищно хотя это хрестоматийно должно быть что фашизм это нес голод Геринг говорил вот за месяц до начала войны вы идете в страну где в страну хлеба сметаны и яблок и несколько миллионов должны в России умереть вот а уж по Сталину боже ты мой боже это просто чудовищно демонизация конечно существовала еще и при жизни Сталина пытался демонизировать Сталина Троцкий но он не дописал свою книгу но в принципе дойчер скажем это отрицательная характеристика Сталина но еще не демонизация а потом конечно главный удар нанес Хрущев почему Никита Сергеевич за полгода до этого выехал в Белград и когда Тита начал ругать Сталина Хрущев поднялся и говорит все я уезжаю отсюда вместе с делегацией вот так Хрущев защищал Сталина но главное в Хрущеве было политиканство и Хрущев возвращается из Белграда он выступает на пленуме с отчетом о поездке против него выступает резко Молотов он говорит что это предательство наших принципов вот это соглашение с Югославами это беспринципное соглашение это предательство принципов Ленина принципов Сталина тут же выступает Хрущев и говорит это вы вместе со Сталином напутали все в отношениях с Югославией и вот с июля 55 года начинается его кампания против Сталина потому что дискредитировал чтобы дискредитировать Молотова он старается дискредитировать Сталина а дальше больше вокруг Сталина начинается борьба тогда к этому времени совершенно ясно сложилось уже противостояние в президиуме на этот счет но идет 20-й съезд и вот на съезде выступает глава китайской делегации Джуде второй человек в Китае он зачитывает послание Маоцбур которое говорится что я приветствую коммунистическую партию Советского Союза созданную Лениным выпистанную Сталином пурные аплодисменты всего зала Крущев Крущев уже постарался немножко принизить значение Сталина он не говорил много о Сталине и упомянуло его смерти только упоминая о смерти руководителя японской компартии Такуда еще какого-то деятеля дальше он как-то говорит что смерть Сталина не посеяла смятение в наши ряды мы вот сплотились и так далее и так далее а здесь дальше выступает руководитель французской коммунистической партии очень уважаемый человек Морис Торрес Морис Торрес выступил и дальше говорит под знаменем Маркса Энгельса Ленина Сталина бурные аплодисменты всего зала и потом выступает Каганович и начинает расхваливать Морис Торреса за какую-то публикацию Морис Торреса об обничании трудящихся Франции это вызов это вызов и Хрущев тогда решил нанести удар и вот он готовит срочно вот этот доклад доклад субурный доклад субъективистский с жуткими ошибками передержками где очень многое очень большие натяжки где главный Морис Торреса старается себя оправдать оправдать свое соучастие в репрессиях ну скажем он говорит прежде всего пострадавших делегатов 17-го съезда Эйхе Эйхе был инициатором репрессии 37-го года Эйхе Хрущев выдвигали тогда вот эти квоты на расстрелы на которые поставили Сталина в очень тяжелое положение и потом именно из-за этого Эйхе был репрессирован когда Сталин мог доказать что вот благодаря вашим репрессиям партия сокращается а ведь что происходило по репрессированным тогда было примерно 8% из всех репрессированных были члены партии но каждый член партии если его сажали то тут же исключали из партии всех трех кто его рекомендовал в партию а также троицу из бюро которые голосовали за а также родственников поэтому на каждого репрессированного пришлось 9 исключенных из партии партия стала стремительно сокращаться и тогда Сталин контратаковал тогда он стал атаковать тех благодаря которым наносится удар по партии он нашел благодаря Маленкову который его тут поддерживал это Кадровик который кстати сначала активно сотрудничал с Ежовым но тут он понял что действительно Ежов гробит и партию и страну и вот тогда Маленков вдруг Маленков какой-то занимавший малозначительную роль ему поручили главный доклад делать на январском пленуме и он говорил о перегибах а дальше больше дальше стали страдать Ейхи постышев которые были инициаторами вот этих репрессий Хрущев чудом в общем уцелел потому что он представил такие квоты там 40 тысяч на аресты и 20 тысяч на расстрелы это с потолка взятое это была инициативная записка которая во-первых они очень напугались уже Конституции и идеи альтернативных выборов на чем настаивал Сталин ведь выборы должны были быть в 1937 году альтернативные несколько кандидатов уже был утвержден этот бюллетень где несколько кандидатов но это ужасно боялись партийные руководители областей они боялись что они пролетят выберут других потом они очень выступали против смены снятия запрета на устранение от политической активности бывших бывших кулаков бывших помещиков капиталистов бывших офицеров и так далее наоборот на этих людей они стали писать доносы что они на самом деле готовят и воспользуются выборами для того чтобы пройти верховный совет и прочее и прочее и Сталин оказался в меньшинстве дело в том что политбюро его тоже не все поддержали потом Микоян Анастас Иванович говорил Лукьянову а Лукьянов говорил это мне говорит мы устроили Сталину фиаско Сталин оказался в меньшинстве и отказались от альтернативных выборов вот это от этого бюллетеня отказались и репрессии развертывались а Ежов это человек партийной номенклатуры он очень активно поддерживал все это и поддерживал все эти заговоры и прочее Крущев постарался вот это все скрыть прежде всего поэтому он говорил прежде всего о репрессированных делегатах съезда и не говорил о том что пострадали очень ну это 8% члены партии а в основном пострадали люди беспартийные которые вот ну бывший кулак чего проще его опознать как бывшего кулака и приписать что он готовит какую-то кулацкую партию готовит Молотов и Сталин иронизировали все там отбивались на Октябрьском пленуме 1937 года ой испугались сектантов тоже мне старушек испугались но тем не менее они настояли на своем большинство ЦК было на этих позициях не учли одного в этой грызне в этой борьбе пострадали и они сами потому что вот допустим Икрамов первый секретарь Узбекистана добивается того что предсовнаркома Хаджаев его обвиняют в том что он тайный басмач и так далее его сажают но родственники Хаджаева пишут бумаги на Икрамова и Икрамов тоже садится и потом они оба оказываются на одной скамье подсудимых вместе с Бухариным и Рыковым и им приписывают бог знает что и вот так было везде они писали как писал этот знаменитый летчик Громов летчики писали на летчиков конструкторы на конструкторов вот это началась такая вакханалия который конец был положен только в 1938 году вот когда Молотов и Сталин наконец добились отставки Ежова добились пересмотра каких-то дел не полностью это все сделано было не до конца но тем не менее вот Хрущев это постарался ну Хрущев который когда он приехал на Украину он писал телеграммы я пишу заявки на 4 тысячи арестов а Москва утверждает только одну тысячу что вы там куда смотрите Хрущев был близок очень к Ежову вот это все Хрущев постарался скрыть в своем докладе потом войну да у Сталина были ошибки я не дошел вот до них в рассказе в 42 году он явно преувеличил возможности для наступления Красной Армии но Хрущев постарался сказать что самая главная ошибка это Харьковская операция что вот Сталин угробил там множество людей о том что он Хрущев вместе с Тимошенко были инициаторами этой операции что они виноваты в гибели и пленении многих людей это он умолчал это как Мусилевский говорит сначала Сталин не очень хорошо разбирался в стратегии переоценивал свои возможности это прежде всего видно в седьмого наибра замечательное выступление Сталин говорит еще годик еще полгодика и гитлеровская Германия рухнет под тяжестью своих преступлений переоценка и ладно это лозунг хорошо но ведь был составлен план наступления на всех фронтах и в результате силы были распылены нигде успеха не было достигнуто дальше конечно переоценка тех или иных руководителей вот Еременко он Сталин очень привязался к анармейцам те кто был в первой конной в частности и Еременко тоже и вот когда Еременко в июле 41-го года ему сказал я этого подлеца Будериана разобью и привезу в плен и вот Сталин говорит Васильевский свидетель вот человек на которого мы должны положиться ничего не получилось Еременко Сталин сплошь и рядом делал ставки не на тех людей это это тоже надо сказать ну может быть недооценки каких-то видов оружия хотя Сталин к этому придавал огромное значение до войны он копался в вооружениях и занимался вооружениями но тем не менее это и в целом ну именно потому что он не боялся споров ну в свое время Толбухин был свидетелем как Сталин разговаривал по телефону с Жуковым и Жуков ругался в ответ и все а Рокоссовский тоже говорил Рокоссовский после разговора Жукова со Сталиным говорит а не слишком ли ты резко о говорит у нас и почище бывает у нас и почище бывает но иногда Сталин слушался а иногда и нет иногда он все-таки упрямо держался своей версии и какие-то вещи конечно ставил иногда не совсем реальные задачи это прежде всего вот со сроками продвижения со сроками но иногда за гениальное решение как Шенхорн вот это захват пленных Белоруссии миллион пленных вот решение 57 тысяч прогнать по улицам Москвы ну ладно это демонстрация но дальше судоплата профессиональный разведчик говорит какая-то была гениальная идея устроить это сталинская идея устроить радиоигру якобы группировка с генералом Шенхорн все еще борется в лесах Белоруссии до мая 45-го года морочили голову немцам и они продолжали туда сбрасывать разведчиков какую-то помощь оказать это что это это сталинская или идет корсунь шевченковская операция Сталин вызывает Новикова говорит а нельзя ли взяли самолетами бомбить немецкие танки ну и говорит конечно дадим кумулятивные снаряды и они будут бомбить а это Сталин а то раззвонили на весь мир об окружении корсунь-шевченковских этих войск а не можем с ними справиться и это воплощается в жизни вот таких решений тоже было немало что это все Продолжение следует...